Добрый день! Сегодня у нас день математики на педагогическом марафоне, который проходит уже 16 раз. И этот день вместе с Соловейчиком Артёмом Симоновичем открывал Сергей Алексеевич Поликарпов, декан математического факультета МПГУ. И сегодня мы немножко поговорим о математическом образовании, о том, какие, может быть, приоритеты учителя могут ставить на уроках. И, собственно говоря, какие могут быть проблемы как в подготовке, так и уже в практической деятельности педагога. Вот. Ну, мне бы хотелось, наверное, спросить Вас о том, Вы же готовите, это главный ВУЗ по подготовке учителей математики. Ну, да. Добрый день, уважаемые коллеги. В самом деле, Московский педагогический государственный университет славится своими традициями. Физико-математический факультет здесь был создан в 1900 году. То есть уже... 117 лет. Да. Ну, вот в этом году наш университет отмечает 145-летие с даты основания. Ну, и математическому образованию здесь тоже достаточно уже много лет. Разумеется, мы меняемся, пытаемся следить за той динамикой, которая существует и в мире. Очень много важных слов на эту тему сегодня сказал Алексей Львович Семенов. Лидер математического образования в нашей стране. И мы, так сказать, стараемся тоже следовать тем тенденциям, о которых он говорил, когда занимаемся подготовкой учителей. Потому что, ну, вот сегодня у нас присутствовало много тех учителей, которые работают сегодня в школе, и, я надеюсь, будут работать и завтра, профессионалов. Но как подготовить нового профессионала, человека, который должен работать... Ну, давайте согласимся, несколько других условий. Вот мы перед интервью с вами вспоминали о том, как интересно было изучение математики для вас в школе, как оно было интересно, я могу с вами согласиться, оно было очень интересным и для меня тоже, поэтому я потом пошел на механик-математический факультет Московского университета и всю жизнь собирался заниматься, там, извините, высшей математикой, там, может быть, какими-то приложениями. Но вот для сегодняшнего школьника это далеко не так. То есть нет вот такой аксиомы, выражаясь математическим языком, что вот я бы хотел заниматься математикой, и, так сказать, для меня это самая интересная вещь на свете. Нет, сегодня есть тысяча возможностей, как себя применить в жизни, не обязательно для этого преуспевать вот в тех сложных предметах, не только там математика, но там другие предметы, естественно, научного направления, они не менее сложны, бывает и физика, и химия. Сегодня можно найти себе занятие по душе, и для этого вот нельзя сказать, что нужно обязательно прилагать много усилий на таких сложных школьных предметах. Но и от этого задача учителя не становится проще. Нужно найти пути, может быть, к сердцу ребенка, вот как сделать так, чтобы твой урок был для него интересен. Даже если он не собирается заниматься математикой в дальнейшем, а вот что такого ты можешь ему рассказать, о чем поведать, как его увлечь предметом, это все очень и очень важные вопросы. И мы сегодня на математическом факультете МППУ стараемся задумываться и о них тоже, и делать так, чтобы наши выпускники, владели этой самой, как сейчас говорят, компетенцией, быть способными увлечь математикой своих учеников. Ну, при этом учитель, он находится как бы в такой достаточно сложной ситуации. С одной стороны, он должен сделать интересный урок, а с другой стороны, он должен подготовить и даже в каких-то случаях натаскать на ЕГЭ. Ну, вот, да, опять же, возвращаясь к сегодняшнему выступлению Алексея Львовича, нельзя сказать, что мы все думаем, что натаскивание на ЕГЭ – это слишком уж хорошо, но, конечно, необходимым формальным требованием и ученик в школе должен на выпуске удовлетворять, и тот учитель, который его готовит, должен быть способным его подготовить. И, конечно, мы об этом тоже задумываемся. И в этом смысле вот те традиции, которые существуют у нас на факультете, они нам здесь сильно помогают. Качество образования, я думаю, что сохраняется на весьма-весьма высоком уровне. А вот такой совершенно неожиданный вопрос, да. Понятно, что каждый студент педагогического ВОЗа проходит какие-то психологические дисциплины. Да, разумеется. И учитель, будущий учитель математики, он тоже изучает психологические какие-то дисциплины. В этом большом объеме, потому что это же тоже психологические знания, они как-то могут влиять на то, что учитель найдет подход, не найдет подход к детям. Я думаю, что объем этот достаточен. И вот вы говорите слово «знание», слово «важное». Да, и одно, так сказать, из ключевых, может быть, понятий, которые дает ВУЗ, обучение в ВУЗе, это, так сказать, обретение новых знаний. Но важнее еще то, что у нас в учебном плане, будучи учителя, достаточно много практики. И практика, которая начинается достаточно рано, зачем она нужна? Для того, чтобы учитель мог сам почувствовать, и не в последнюю очередь, именно эти самые психологические проблемы учащихся, свои проблемы, чтобы он мог их осознать. И, вернувшись в аудиторию, обсудить их с педагогом, со своим же преподавателем, и, может быть, с методистом, и найти выход из этой ситуации, для того, чтобы уроки в будущем, собственные его уроки, проходили бы содержательно, полезно для учащихся, для того, чтобы какие-то психологические проблемы, которые возникают, можно было бы как-то сгладить, разрешить. Этому мы уделяем достаточно много внимания. Спасибо. Спасибо вам. Ну, из того, что мы услышали, это то, что педагогический институт, который мы привыкли называть Ленинским, он все равно, что говорится, впереди планеты всей. Мы надеемся, прилагаем все усилия. Спасибо.